Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Лау решается вопрос канализования. Там построят систему очистных сооружений. Об этом главе Сочи доложил руководитель водоканала. На курорте сейчас в прямом смысле горячая пора. В Сочи жара продержится до вечера пятницы. В аэропорту Сочи проходят дни саморегистрации. В рамках акции пассажиров учат экономить свое время. Сочи парк принял трехмиллионного гостя. Счастливым обладателем призов стала восьмилетняя девочка из кубанской станицы. Набили закрома золотом. На этой неделе в крае закончат уборку зерновых. Аграрии обрабатывают, можно сказать, последние гектары. Капризы погоды не помешали получить высокий урожай. На склады отправились больше 10 миллионов тонн злаков. Предварительный результат уборочной отметил в своем микроблоге губернатор Кубани Мениамин Кондратьев. Всю жизнь здесь живу и не перестаю восхищаться этой землей и этими людьми. Вот и сегодня есть повод. Урожайность уже выше прошлогодней. Край вновь идет на рекорд. И это несмотря на дождливый июнь. На данный момент лидер региона по урожайности Тимашевский район. Там собирают более 70 центнеров с гектара. На пятки коллегам наступают аграрии из Приморско-Ахтарского и Каневского районов. Но цифры меняются со скоростью движения комбайна в поле. И уже к утру на вершине рейтинга может оказаться другая зона края. Вениамин Кондратьев раскритиковал работу налоговой службы Крыловского района и потребовал проверить отчетность крупных сельхозпредприятий. Губернатор с рабочим визитом в районе. Он посетил небольшое фермерское хозяйство и пообщался с местными жителями. На что жаловались люди, знают наши краснодарские коллеги. Белый воротничок офисного работника Константин Ващенко без сожаления променял на садовые перчатки и грядки. Теперь он владелец трех теплиц в станице Крыловской. За сезон собирает 15 тонн помидоров. Инженер-экономист по образованию. Ващенко самостоятельно сконструировал автоматизированные теплицы. Компьютер следит за уровнем влажности и сам решает, когда поливать рассаду. Такие молодые фермеры больше исключения из правил сельской жизни, замечает губернатор, который приехал в Крыловский район. Молодежь чаще уезжает из станиц, чем остается работать на земле. Константин Ващенко рассказывает Вениамину Кондратьеву, на его решение стать фермером в том числе повлияли выдаваемые региональные субсидии. На развитие подсобного хозяйства он получил почти 200 тысяч рублей. В чем тогда есть ноу-хау твоей технологии? При проектировании, строительстве, оснастке теплиц мы используем подходы, которые используются в современных промышленных теплицах. То есть мы адаптируем современные промышленные технологии в личном подсобном хозяйстве. Я абсолютно согласен, потому что сама станица небольшая. Даже я не говорю про район. 13 тысяч населения. Сама занятость, здесь основной принцип невживаемости, а жизни должен быть. Каждый сам себя должен обеспечить и трудовым местом, себя, и свою семью, и друзей. И если каждый это попытается сделать, по большому счету, вопрос занятости уйдет. Решается и жилищный вопрос. Молодой фермер Ващенко получил сертификат на строительство дома. В таких условиях остается только хорошо работать. Однако, чтобы молодежь оставалась населения, необходимо развивать и социальную инфраструктуру. Например, единственный в районе кинотеатр «Октябрь» закрыт на реконструкцию. При том, что почти 40 миллионов рублей на ремонт выделены. Губернатор требует от главы района расторопности. По сути, все уперлось в разработку проектно-сметной документации. Я пообещал, деньги предусмотрел. А дальше, коллеги, от вас зависит. Проект, да, это непросто, но это несложно. Уж можно было с проектом как-то поактивничать, для того, чтобы на самом деле то, что я пообещал, и мы вместе пообещали реализовать. Но мы сейчас зайдем на повторную экспертизу, думаю, до конца августа. Коллеги, да нет повторной экспертизы, дети растут. А мы про повторную экспертизу говорим. Но с первой экспертизы нужно было зайти и победить. Как оказалось, неразбериха с проектной документацией в Крыловском районе – обычная история. На встрече губернатора с местными жителями люди жалуются на то, что важные бумаги месяцами лежат без прохождения экспертиз. Например, в станице Октябрьской по поручению Венимина Кондратьева еще в прошлом году должны были заняться строительством новой дороги. Но из краевого бюджета не могут выделить деньги, так как в районе до сих пор не разработали для этого проект. Проблемы все в районе знают. Это строительство бездной дороги. В вашем присутствии мы хотим услышать от Виталия Георгиевича, вступим ли мы в программу 2018 года по реализации вашего указания. Пиринянович, проект на сегодня разработан. Проектировщик, нужно сказать, что согласно тех сроков, которые были обозначены, контрактов, он их в принципе не сорвал. Проект сейчас где находится? Мы сейчас сдан на экспертизу, ждем экспертизы. Коллеги, нет проекта. Что мы сами себя обманываем? Нет проекта. Без экспертизы это не проект. Это пока лишь проектное решение. Проектно-сметная документация, ну 100% должна быть у района. Без нее не может быть никакого финансирования, иначе я нарушу все кодексы вместе взятые. Здесь я единственное могу сказать, вот, Виталий Георгиевич, если вы год проектируете, то строить будете как минимум 10. Тем более, если сказали, и люди, вот поверьте, у нас народ, он очень терпеливый, за что я очень всегда признателен нашему народу. Но власть должна иметь совесть. 1 ноября проект должен выйти. Мы туда заложим деньги на следующий год, и в следующем году начнется финансирование. Все, спасибо. Вопросы в Крыловском районе есть и к работе налоговой службы. Крупные сельхозпредприятия, если верить их отчетам, платят своим сотрудникам не больше 11 тысяч рублей. Ситуация напоминает уход от оплаты налогов, считает Вениамин Кондратьев. Ряд предприятий, вот я назову их, такие как Дары Кубани, агрофирма Виктория, агроимперия, имеют среднюю заработную плату, отчитывается, от 10 тысяч 500 рублей до 11 тысяч 400 рублей. Вопрос тогда стоит в чем? Люди-то не будут заработать за эту зарплату? Зарплату, скорее всего, в плане налоговой инспекции здесь нет. А вы считаете реальным, будет у стат отчетность, что у них зарплата там 10-12 тысяч, и налоги-то они от этого же платят, НДФЛ-то? Ну а чего же вы сидите-то, по большому счету, молча? Вы уже давно должны в полях быть вместе с комбайнерами и проверить то, что они сказали, реальную прибыль и реальную плату НДФЛ для начала, а потом все остальное. Значит, вы позволяете сегодня платить такую зарплату, она явно не такая, но вот такие налоги точно. А эти налоги, в том числе, идут и в районный бюджет. Потому что за больше этой земли, которая у района, весь район должен жить, а не существовать, по крайней мере. Это еще понятно, от работы. Отсутствие системной работы во многом бьет по экономике района, который находится в группе территорий с низким уровнем развития. Подняться наверх, помочь должны новые производства. Уже запланированы несколько инвестиционных проектов. Например, цех по переработке рыбы и комплекс для хранения овощей и фруктов. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Крыловский район. А в сочинском поселке Лао решается вопрос канализования. Там построят новую систему очистных сооружений. Обследованы и другие сети Большого Сочи. О том, как МУП-водоканал снижает тарифы и делает услуги по водоснабжению и водоотведению доступными и качественными, расскажет Татьяна Говоркова. С 1 июля тарифы на все коммунальные услуги повысились, а вот на водоснабжение и канализование снизились. Вместо 32 рублей за кубометр воды теперь нужно заплатить 22 рубля 75 копеек. Причина в том, что сети из частных рук ООО «Водоканал» перешли на обслуживание муниципального предприятия «Водоканал». Но пока это только в Адлерском районе. Остальные до сих пор относятся к коммерческой организации, которая не желает расставаться со своим прибыльным бизнесом, при этом зачастую игнорируя интересы жителей. Глава Сочи отметил, задача мэрии – качественно повышать уровень жизни населения, не повышая при этом тарифы. Естественно, они то, что пожирнее, то, что получше взяли в эксплуатацию, а то, что нужно ремонтировать, и то, что не дает больших денег, там сети брошенные, так они и остались брошенные. А жители есть, они пользуются этой услугой. И, конечно, это не годится. Я просил, чтобы вместе с администрациями районов сделали инвентаризацию всех этих сетей, КНС, канализационных сетей, водопроводных сетей. И через суд признали их бесхозными, передали в муниципальную собственность и взяли в эксплуатацию. Вот какая работа в этом плане сделана? Мы постоянно проводим совместные рейды с администрацией, мы проводим обследования. На сегодняшний день мы, можно так сказать, близимся уже к завершению по обследованию этих объектов. При этом, как бы там есть два пласта. То есть один пласт проблем – это объекты, которые при сравнительно небольшом вложении денег можно очень быстро привести в порядок, запустить в работу. Например, насосная в ЛАО «Енисейская». Там порядка полутора миллионов мы потратили. Сейчас насосная уже пришла, и к 1 августа мы ее полностью восстановим. Что касается второй части сети, отметил Сергей Винарский, то сейчас МУП «Водоканал» разрабатывает инвест-программу с привлечением дополнительного финансирования, чтобы отремонтировать бесхозные сети и взять их на свое обслуживание. Кроме того, муниципальное предприятие работает над улучшением качества очистки воды, использует новейшие реагенты и строит вторую очередь сушки на очистных сооружениях «Хадлера», что позволит увеличить их резерв. В Сочи сегодня объявили экстренное предупреждение в связи с жарой. Такая погода в городе продержится до вечера пятницы. По сообщениям синоптиков, до конца дня 27 июля, а также днем 28 июля, на территории Сочи сохранится сильная жара. Температура воздуха может достигать 36-38 градусов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит воздержаться от выхода на улицу. При необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры. Все городские службы по распоряжению главы города Сочи работают в усиленном режиме. Как сделать удачным межсезонье в Сочи, чтобы предпринять уже завтра, чтобы осенью на курорте туристов было больше обычного, сегодня обсуждали представители сочинской туриндустрии. На серьезный разговор местные специалисты пригласили руководителей ведущих здравниц Кавказских минеральных вод и представителей законодательной власти Республики Карелия. Своим опытом сегодня делилось и руководство ведущих туроператоров Москвы. Какой рецепт могут выписать в курорту специалисты, об этом далее. Отельеры не скрывают, нынешний летний курортный сезон складывается непросто. Ко всему прочему и потому, что он стал короче. Июньские дожди внесли коррективы в статистику. Но винить только погоду будет нечестно, отмечают собравшиеся. На меньшее количество отдыхающих влияет несколько факторов. В том числе отсутствие транспортной доступности в Сочи из ряда городов России. Из Тюмени, огромного города-миллионника, то есть в Сочи прямым рейсом может прилететь всего 12-14 тысяч человек. То есть это даже 1%. То есть 99% жителей Тюмени, я не говорю про область, про входящие в Тюменскую область, еще Ханты-Мансийский, Ямал-Ненецкий автономная округа. То есть прямой рейс это всего 1%. 99% даже если захотели бы купить билет по любой цене, они физически этого сделать не могут. Проблема эта решается общими усилиями руководителями здравницы непосредственно властями Сочи. Работу с туроператорами по организации чартеров лично проводит Анатолий Пахомов. Глава города сам посещает регионы, чтобы представить потенциал главного курорта страны. Свой формат решения насущных проблем курорта выработался и за этим круглым столом. Ведущие туроператоры договариваются о чем-то новом с ведущими объектами размещения. И туристов сразу, уже автоматически, в течение года, туристов в Сочи становится больше. Мы можем смело вспомнить, что еще 7 лет назад, например, в Адлевском районе, подавляющее большинство здравниц и отелей на зимний период закрывалось. А последние несколько лет все работают. Это в том числе следствие тех шагов, тех решений, куда свою большую лепту внесли наши круглые столы. Коснулись представители туриндустрии и таких острых тем, как курортный сбор, налогообложение, неформальная занятость, сервис. Рецепт же успеха все тот же отмечают участники. Изучать и применять успешные практики как российских, так и зарубежных курортов. В последнюю неделю июля в аэропорту Сочи проходит акция «Дни саморегистрации», в рамках которой большинство пассажиров регистрируются не на обычных стойках регистрации, а в специальных киосках. Этот способ регистрации позволяет пассажирам сэкономить время. После получения посадочного талона в киоске багаж можно сдать на стойке «Дроп-Офф». По подсчетам специалистов аэропортов, процесс занимает около 45 секунд. Предварительно можно взвесить багаж на весах рядом с киосками саморегистрации, чтобы проверить норму провоза багажа, установленную авиакомпанией. В дни саморегистрации у киосков работают сотрудники аэропортов, которые рассказывают пассажирам о сервисе и помогают прайсе регистрацию на рейс. Киоски самостоятельной регистрации расположены в аэропорту Сочи на втором этаже в секторе «Б». С их помощью пассажиры могут самостоятельно зарегистрироваться на рейсы более 20 авиакомпаний. Также в этом году в аэропорту Сочи планируется запустить автоматизированный выход на посадку, а также пилотный проект по самостоятельной сдаче багажа. В Сочи сегодня поздравили работников торговли. Свой профессиональный праздник они отмечают в разгар курортного сезона, поэтому и поздравления носили характер пожеланий. Если в средние века торговали в основном мужчины, то сегодня эта отрасль традиционно считается женской, поэтому в зале так много представителей слабого пола. В целом убеждены эксперты. Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии города. В Сочи в этом плане произошли кардинальные изменения. На смену стихийным рынкам пришли современные торговые комплексы. Яркий пример – территория напротив железнодорожного вокзала Сочи. Долгие годы там стояли ряды ларьков, где торговали вещами. Картина для курорта неприглядная. Сегодня это красивый сквер, а продавцы переехали в цивилизованные торговые центры. На сегодняшний день торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. К слову, по налоговым поступлениям от потребительской сферы в краевой бюджет Сочи уступает лишь Краснодару. Но одновременно торговля – это и лицо города, поэтому к представителям отрасли на фоне конкуренции курортов – особые пожелания. Нам нужно много сделать для того, чтобы в следующем году к нам приехало столько же, не меньше, а столько же людей. Если мы будем поднимать цены, если мы будем не заниматься как меню, так и общественным нашим питанием и торговлей, то людей будет значительно меньше. Тех, чья работа не вызывает никаких нареканий, более того, является социально ответственной, и наградили сегодня грамотами от главы Сочи. Сочи парк встретил трехмиллионного гостя. Им стала восьмилетняя девочка из кубанской станицы. Вместе с родителями она пришла впервые на аттракционы, находясь на отдыхе в Сочи. При покупке билетов в Сочи парк детский для семьи Запривода оказался счастливым. Мы поздравляем трехмиллионного гостя на 3-4! Поздравляем! Восьмилетняя Кристина Запривода из станицы Переясловской Брюховицкого района Краснодарского края. В Сочи ее семья отдыхает не первый раз, а в Сочи парк попали сегодня впервые. Их сразу окружили сказочные персонажи, в их сопровождении гости побывали на многих аттракционах. Сначала это была карусель сказок, потом дельфинарий цирковой мюзикл, затем миллионным посетителям вручили подарки. Годовые абонементы на посещение Сочи парка и сертификат на спа-процедуры в отеле-замке «Богатырь». Неожиданно, до сих пор нет слов. Не верится. Да, приехали буквально вчера и даже не думали. Приехали просто отдохнуть, а тут... Вот так. Сюрпризы были на каждом шагу. Один аттракцион сменялся другим. А вообще в тематическом парке подсчет гостей ведется с момента его открытия. В 2015 году здесь чествовали миллионного гостя. Тогда им стал сочинец Александр Добежин. В 2017 году посетитель уже трехмиллионный. Сегодняшних счастливчиков Сочи парка пригласили на праздничный обед в ресторан с американскими горками «Роллер». Просто, наверное, улыбнулась удача. Такой бывает раз в жизни. И как бы очень всем довольны. Все было очень вкусно. Уборки отличные здесь. Советую всем приехать просто, побывать здесь. Словами не описать. Елена Овсевсна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В соборе святого князя Владимира, что на Виноградной, 28 июля отметят День памяти равноапостольного князя. В храме пройдут торжества. По случаю престольного праздника, а после литургии состоится крестный ход. После богослужения всех прихожан угостят пирожками и квасом, сообщили в пресс-службе Екатеринодарской епархии. Фестиваль Владимира Высоцкого сегодня стартовал в акватории Сочи. Традиционная парусная регата, посвященная советскому актеру и барду, в этом году собрала 84 яхтсмена, самому старшему из которых 86 лет. Старт парусной регати имени Высоцкого 17 лет назад дал друг Владимира Семеновича, ехтсмен Всеволод Ханчин. Три года назад он также ушел из жизни. Но фестиваль жив и с каждым годом к этому спортивно-творческому проекту примыкает все больше городов-участников. Сегодня их пять. Владивосток, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти и Сочи. Это человечище, которое оставил нам прекрасное слово всем добра. Вот Сочи это десятая по счету регата. И я очень рад, что мы участвуем в этом мероприятии. Сегодня мы это передаем детям на фоне этой регаты. И благодаря этой регате мы растим семью, большую семью яхтсменов настоящих. И надо сказать, что наша парусная школа Сочинская, она лидирующая в крае и не только в крае. У нас сильная, хорошая команда. Сегодня под песню Высоцкого в Черное море вышли десятки парусных яхт. Спортивные итоги фестиваля Владимира Высоцкого подведут 29 июля. Победителю достанется переходящий кубок, который изготовлен почитателями творчества Высоцкого. И в завершении информации от партнеров программы. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь». Практическая имплантация и протезирование за один день. Во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Центр доктора Бубновского в Сочи поможет вернуть здоровье позвоночнику и суставам, индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.